Добрый день! Сегодня на православном портале Экзегет мы с вами отвечаем на вопрос, посвященный трудным местам в Священном Писании. И вот нам задают такой вопрос, основанный на словах Спасителя в Евангелии от Луки, 22 глава, 31 стих. Сатана просил сеять вас, как пшеницу, говорит Спаситель. Как понимать эти слова? Ну, для того, чтобы все-таки правильно их понимать, необходимо обратиться все-таки к более полному изложению этих слов в Священном Писании. И сказал Господь, Симон, Симон, все Сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты некогда обратившись, утверди братьев твоих. Как можно понять эти слова «сеять, как пшеницу»? Ну, давайте представим себе, как это могло выглядеть на самом деле. Когда сеятель сеет пшеницу, он берет горстью зерно и разбрасывает его в разные стороны, так что каждое зерно оказывается на своем месте. Это говорит о том, что каждое зерно произрастает по отдельности. И вот для Сатаны было, конечно, выгодным то, чтобы каждый из учеников Спасителя, подобно вот этому отдельному зерну пшеницы, вел жизнь, отделенную и от всех прочих учеников, принося лишь свой собственный какой-то ему свойственный плод. Вот под этими словами «сеть, как пшеницу» имеется в виду та разобщенность, которую хотел внести в среду святых апостолов Сатана. И, как мы знаем, он нередко совершал подобного рода попытки, так что то внушая ученикам мысль о том, кто из них первый, кто из них лучший, кого больше любит Спаситель, и вызывая между ними вот такие разделения, трения, ну, по крайней мере, по первому времени, которое они еще только вот проводили в ученичестве со Спасителем. Но Господь хотел видеть своих учеников, своих апостолов едиными, единой Церковью, потому что именно в единстве, в единстве Церкви, в общем таком сработничестве на Неве Христовой и состояла сила, которая должна была распространить его божественное учение по всему миру. Именно единство святых апостолов, духовное единство, осознание ими себя как единой Церкви, единой организации, именно единого тела Христова, именно и состоял залог той жизнеспособности, которую проявила христианская Церковь. И это именно то, что впоследствии обличает святой апостол Павел, когда говорит, что почему некоторые из вас говорят, что я Кифин, я Павлов, я Аполосов или чей-то еще. То есть именно вот эту тенденцию к раздроблению, к разделению христиан на последователей того или иного апостола, апостол Павел пытается пресечь в корне и обличить как именно тенденцию, которая грозит разрушить единство Христовой Церкви. И именно поэтому Господь обращается к Симону для того, чтобы он утвердил, обратившись, братьев своих, для того, чтобы он способствовал тому, чтобы все они держались вместе, держались сообща и составляли все вместе ту единую Церковь Христову, которую исповедуем мы апостольской до сих пор и за каждой литургией в Симоле Веры. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.